приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как настроить запуск команды каждые несколько секунд в линуксе если вы на месте если вы готовы проверка связями мими мими напишите плюс в чат или в комментарий ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационные технологии ну а здесь я представляю университет садико где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем у лучшему поэтому коллеги присоединяйтесь и так что вам понадобится сегодня для успешного выполнения мастер-классы первое что вам понадобится это linux консоль любой linux в принципе неважно какой у меня это ubuntu и второй важный момент коллеги это статья с нашего блога для того чтобы вам не проходилось всматриваться в видео картинка может быть достаточно плохая может быть плохой интернет поэтому чтобы вы не страдали ссылку на статью в видео вы найдете под этим видео в описании в комментарии в чате поэтому переходите и команды можно просто банально скопировать со статьи и у вас как говорится все получится и так поехали бывает жизненные такие ситуации что необходимо какую-то команду запускать об через определенное количество времени до или вот сам по сама по себе команда она вот например у меня есть команда ss ss да вот с опциями с опциями tpn да вот tpn да показывает какие сейчас открыты соединения какие открыты сокеты но что важно то что я эту команду запустил и я вижу вот чтоб что открыто на момент запуска да какие сокеты какие соединения открыты но я хотел бы эту команду запускать периодически периодически да вот как пример да ну или бывает такое что вы хотите выполнить например там пинг пинг например там эхо запрос там значит вот какого-то сайта например вот это кат . ком да вот я сделал там пинг пинг так работать не работает чем у меня вообще работает там пинг и закрыты да ну не важно смысл такой что вы хотите выполнить какой-то пинг какого-то сайта вот периодически до периодически вот я сделал пинг google ком но мне нужно эту команду повторять повторять да и вот возникает вопрос коллеги как настроить выполнение какой-то команды через несколько секунд или определенное количество раз и вот здесь и в сегодня вам и понадобятся знания из сегодняшнего мастер-класса вот такие у нас задачи на сегодня если вам эта тема интересная то как говорится повторяйте все за мной и у вас все должно получиться и так поехали начнем самого простого самого простого это команда watch мы с ней уже знакомились на одном из прошлых мастер-классов я это дело все показывал вот таким образом с помощью watch а вы можете периодически что-то запускать на на выполнение через определенное количество тех же самых секунд и так поехали ну что давайте попробуем это дело все сейчас потренироваться значит вот я делаю watch дальше пишу например тот же самый пинг минус c1 например google ком да и соответственно вот раз в секунду раз в секунду посмотрите происходит пинг но чтобы поняли что действительно пинг происходит вот здесь отменяется время если вы посмотрите да то сеть у меня неоднородная вот и время периодически меняется да то есть вот раз в секунду я выполняю вот эту самую команду пинг ну или можно или можно вот тут пример который был у меня перед этим это запуск команды ss с опциями tmp например там tntn tn чего там tntpn tpn значит вот с опциями tpn давайте посмотрим вот минус с учетом вот watch с с минус tpn да и вот пожалуйста открытые сокеты мы смотрим в реальном времени с обновлением да так вот watch по умолчанию запускает команду каждые две секунды каждые две секунды да вот вот смотрите да вот каждые две секунды мы запустили запускаем по сути с с минус tpn и вот я вижу что у меня меняется да где-то у меня соединение здесь established где-то финвейт то есть завершается да вот клоуз вейт уже тоже вот завершение происходит вот где-то там что-то данные какие-то передаются да то есть вот пожалуйста прям в реальном времени вы можете за этим делом всем следить и так возникает а как выйти отсюда control c control цена значит возникает вопрос как изменить время обновления то есть выполнять команду watch по умолчанию выполняет раз в две секунды я хочу раз в секунду для этого мы добавляем опцию минус n минус n и указываем сколько секунд обновлять например раз в секунду раз секунду ну и соответственно если вы посмотрите то теперь у меня уже видите картинка обновление происходит быстрее быстрее да то есть вот быстрее раз в секунду вот новое какое-то соединение произошло там да то есть вот что тут вот происходит а то есть вот таким вот образом коллеги смотрите раз в секунду да здесь вот слева вверху написано every one second да то есть каждую секунду пожалуйста все это дело у меня вот так вот происходит что здорово здорово на самом деле да дальше есть очень хорошая опция минус d которая позволяет показать разницу между предыдущей вот выводом и теперешним да ну давайте попробуем запустим минус d и посмотрим разницу как же будет отображаться разница вот она да то есть вот то что меняется посмотрите выделяется белым цветом да то есть вот вот какие-то там данные меняется и пожалуйста вот или что-то новое появляется до соответственно с опцией минус d засвечивается как раз какие-то новые результаты до новые результаты вот пожалуйста это дело все видно ну или давайте второй пример посмотрим это вот пин их google.com только пинг минус c1 да то есть будем выполнять один пинг вот один пинг вот и соответственно посмотрите вот время меняется вот то что я говорил у меня сеть неоднородная вот пожалуйста мы это дело все и видим ведь и беленьким здесь подсвечивается те то что конкретно меняется вот такая вот интересная штука таким образом watch с опцией минус n дальше можно указать через сколько секунд выполнять да то есть у меня вот n была одна секунда давайте сделаем раз в пять секунд без проблем вот пожалуйста раз пять секунд смотрите раз два три 4 5 5 5 5 вот пожалуйста пять секунд прошло здесь подсветилась понятно да то есть удобно если надо запускать что-то раз в 10 секунд 20 30 40 ну и так дальше даже можно там 180 секунд сделать без проблем то есть с этим команда watch будет у вас справляться и соответственно то что вам нужно будет выполнять и проблем никаких не будет вот такая вот интересная полезная команда watch значит что еще важно коллеги напоминаю о том что watch а есть help help пожалуйста тоже не забывайте об этом минус минус help вот здесь вот можно этот самый help почитать кстати можно еще и в цветном режиме все выводить там дам вот the differences вот поэтому значит exit if has no zero x и да то есть если там какой-то нулевой результат то будет выходить ну и так дальше тайтла можно убрать если вам они не нужны вот поэтому пожалуйста посмотрите удобно на то есть help вам тоже нужно уметь пользоваться и так идем дальше значит у кого получилось как у меня пожалуйста напишите цифру 1 в чат ну или в комментарии это означает что вы супер пупер молодец и вы освоили команду watch вот с разными примерами да здесь кстати в статье мы запускаем команду дэйт ну как бы тоже да такая вот задача да но вы можете еще раз запускать все что угодно через определенное количество времени весьма весьма удобно так ну что здорово значит цифра 1 в чат если вас вот чем все получилось ну а я перехожу дальше ну а дальше у меня настройка периодического выполнения команды с помощью циклов давайте посмотрим как же это дело все делать с помощью циклов ну начнем с цикла for в чем преимущество цикла for в том что вы можете форе указать определенное количество раз сколько нужно взять и выполнить вот эту самую команду понятной идеи да то есть вот watch он запускает это дело будет бесконечное количество раз выполнять а если вам нужно выполнить команду там не за 10 раз или 20 раз или сто раз с определенным интервалом и вот здесь вот вам сильно поможет цикл for цикл for ну что давайте попробуем это все дело сделать и соответственно как лица потренируемся и так поехали пишем for дальше будет у нас служебная переменная ай дальше in in и указываем открываем фигурные скобки указываем 1 2 и . 10 по сути сколько раз мы будем выполнять все это дело дальше ставим точку запятую пишем 2 ну и команду которую вам нужно выполнить ну например мы уже делали пинг давайте я его тоже продолжу минус c1 google . ком да дальше ставлю точку запятой пишу следующую команду которую вам нужно выполнить да то есть кстати здесь можно выполнять не одну команду а несколько следующая команда у меня будет слип 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 это сколько секунд нужно подождать до выполнения следующий раз этой же команды но я указываю например две секунды да то есть каждые две секунды у меня будет выполняться пинг google ком ну и дальше закрываем цикл с помощью опции с помощью команды инструкции да да и так ну что готовы сейчас мы с вами должны выполнить по сути 10 пингов 10 пингов и так нажимаю enter значит первый пинг второй пинг третий пинг четвертый пинг пятый пинг шестой пинг седьмой пинг восьмой пинг девятый пинг ну и 10 пинг до 10 пинг ну вы не видите что она остановилась вот пожалуйста коллеги вот видно что все как говорится остановилась да то есть вот пожалуйста выполнили мы с вами 10 эхо запросов каждые две секунды удобно да то есть вы можете это дело еще раз под себя настроить то есть если вам надо там 100 раз выполнить сделать это вместо 10 100 если периодичность нужно поменять там не две секунды а например там раз в 10 секунд сделайте slip 10 понятно да очень удобно прикольно классно в этом как говорится рекомендую вам это сильно поможет особенно если вы будете писать какие-то скрипты какую-то автоматизацию где как говорится без без этого всего дела не обойтись вот такой вот классный чудесный цикл for с помощью которого можно настроить запуск команды через определенное количество раз и определенное количество раз очень удобно и так в кого получилось циклом for пожалуйста напишите цифру 2 в комментарии или в чат это означает что вы супер-пупер молодец вы освоили цикл for донеюсь вам это пригодится в написании скриптов ну а мы движемся дальше на дальше у нас цикл вайл в чем преимущество цикла вайл в том что цикл вайл можно настроить что он будет работать бесконечно в этом наверное самые вот лучшее в цикле вайл и для того чтобы цикл работал бесконечно то соответственно в качестве вот условия мы пишем true true ну и таким образом цикл будет выполняться бесконечно и так ну что давайте тоже это дело все за поддержим clear так очищаем пишем вайл вайл дальше true соответственно цикл становится бесконечным ну а дальше после инструкции ду мы указываем какие же команды нам выполнять какие нам команды выполнять ну давайте опять таки тот же самый пинг сделаем пинг минус c1 google.com google.com так . запятой то есть вы можете команды которые надо выполнять вам через точку запятой взять и перечислить последняя команда должна быть slip вот это важно да чтобы все-таки была какая-то пауза между выполнениями этих всех команд и так пишем slip slip давайте slip мы сделаем 3 секунды они 2 да ну и собственно дан и собственно да да вот такая вот у нас собственно получилась команда и так так как у нас команда бесконечная дата соответственно если я ее запущу то это дело будет у нас все выполняться уже бесконечно обратите внимание периодичность у нас 3 секунды то есть по сути я делаю вот этот самый пинг каждые 3 секунды но что важно то что если я это дело все не перерыву да то будет это дело все продолжаться бесконечно до бесконечно бесконечно видите все все выполняется бесконечно цифры кстати меняется если вы думаете что картинка застыла нет она не застыла вот она ведь вверх поднимается таким образом вот эти пинги все у нас выполняются дам то есть удобно классно прикольно здорово то есть можно это дело все вот таким вот образом заскриптовать и соответственно ваша команда будет уже выполняться похоже на watch да похоже но в чем разница дело в том что вот в цикле вы можете между инструкциями ду и дам разместить очень много команд очень много команда то есть команды еще раз отделяется точкой запятой да то есть . запятая все это дело отделяет отделяет вот такая интересная такой вот механизм с помощью цикла вайл это дело все можно позапускать и соответственно будут выполняться какие-то вас задачи и так коллеги у кого получилось как у меня с циклом вайл если вы освоили цикл вайл пожалуйста напишите цифру 3 в чат или в комментарии это означает что вы супер-пупер молодец ну и вы по сути освоили уже уже это дело все освоили да кстати здесь есть в выводах подсказка то что можно попробовать еще запускать с помощью планировщика заданий с помощью крона да можно с помощью крона но их не всегда бывает такое что крон доступен вам да то есть вот не всегда крон может быть доступен вы можете какие-то циклы какие-то скрипты выполнять от обычного пользователя до который не имеет каких-то привилегированных прав ну и в крон может быть там вообще заблокированы то есть такое бывает поэтому в этом лучше всего все таки это watch for или вайл это то что я рекомендую и так коллеги кому был сегодня мастер-класс полезным пожалуйста оцените его лайком нравликом в подобайкой ну или просто поставьте палец вверх а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем devops дэвнет я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания вот так вот формате леным байдуин я делаю вы за мной все повторяйте вас все абсолютно получается мы даем скидку на международную сертификацию и что важно помогаем с трудоустройством большие международные компании поэтому коллеги подавайте заявки на курсы присоединяйтесь и будем двигаться вперед ну а на этом все ассалам алейку мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если у вас что-либо не получается пожалуйста пишите комментарии под видео я с удовольствием и вся наша команда будет вам помогать чтобы у вас все получилось ну а на этом все всем до свидания